Восвитая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Электоральная гонка у разгары. Кандидаты у депутатов Мясовых Советов начали открытие специальных выборчих рахунков и проведение агитационной кампании. 100 идей для Беларуси. Сегодня у Гомель пройшел областный этап молодежного конкурса. А зараз об этом иншим больше подробязно. У Беларуси талиновитая молодь, отримая грошовые захвачивания, сроки выделиться спецфонду президента. Отповедное распоряджение подписал Александр Лукашенко. Так, премии и стипенды накируют навученцам установ аддукации, сферы культуры, студентам и творчим коллективам. Материальную допомогу окажут 72 процедуникам талиновитой молоди. А кроме того, выделено 8 грантов у темлику на реализацию творчих проектов. В регионе створена рабочая группа для тлумачения новых правил введения бизнесу. У ЕС-состау у приватности увайшли представники комитета экономики, гандлю и послуг областной инспекции по податках и сборах. На протягу лютого СКВК во всех районах в области будут проведены информационные мероприемства по новых правовых актах, которые отыщатся предприимальницкой деятельности. Уся информация будет выкладаться в доступной форме. Эта тема находится на контроле старшиней Гомельского облывы канкама Владимира Дворника. Подчас проведения агитационной кампании кандидаты у депутаты Мясовых Советов Брагинского района отдают перевагу с устречем у працонных коллективах. Зараз тут зарегистрованы 77 претендентов на депутатские мандаты. С представниками выборчих комиссий и мясовыми жихарами с устрелся Олег Синсерову. Сегодня, навык, тяжко уявить, что после Чарнобырской катастрофы Брагин мог спынить свое иснование. В 80-х годах у Сурьез разглядалось питание по полному отселению населенства и похованию населенного пункта, что лечилось больше данным и рациональным, чем его реабилитация. Теперь об таким варианте уже не памятують навык шматайкие мясовые жихары. Брагин не только заховался, а и развивается. В этот день городский поселок рихтуется до проведения выборов у мясового совета депутатов. Среди претендентов – представники практически всех распрощадных в районе профессий. Есть представители системы образования, есть представители торговли, есть представители культуры, есть представители сельского хозяйства, есть представители даже пенсионеров у нас, люди, которые на пенсии, и они выдвигают свои кандидатуры, достаточно активные люди, и такие у нас тоже есть. Основная колькость выборщиков в Брагинском районе проживая у сельской мясовости, а тому на сворных тут участках, да выборов рыхтуются грунтовно. В Осаревицком доме народной творчести, где размещенный один из таких участков, путок выборщика оформили еще месяц тому, для вязковцев тут у себя необходимая информация. А прочатого на участку почали уже рыхтовать залу, где будет проходить голосование. По великим рахункам тут засталось поставить только урны. У попередних выборах депутату местовых советов Осаревчих приняло удел, когда 98% населения зарастут у списка, унесены 245 местовых жахаров и похороничники, застава яких находится на территории населенного пункта. Люди все активные, люди все понимающие, все как бы нормально реагируют на это мероприятие, все приходят. Во время, на день выборов у нас концерты проводятся, постоянно мероприятия, не сами, мы к нам приезжают концертно, поэтому буфет работает на участке. Особливость шмат таких участков для голосования в Брагинском районе, их оформление, а прочат традиционных скутков выборщиков, тут шмат предметов народной творчести и быту, от рушников до пралок. У вёса Красная голосование будет проходить практически в музее. Вязковцы смогут не только принять непосредственное дело в выборах, они и знаменятся за речами, якими корыстались их протки. Тут вещь на 8-е такое послевоенная радую. На конце 40-х это был, я сейчас скажу, самый распрощенный сродок массовой информации. Вязковцы уключали радую ранницы и чули, запрошаем вас принять удел у выборах у местовые советы депутатов. Некали прикладно такой же радую было и в доме Татьяны Шейн, якой заразе 83-й год. Не глядя чана узрост, жанчина опросовывает проследибный участок, а в свободный час занимается любимыми справами, пиша верши и вышивая. Я ей выробы сегодня ведомые далёко за межами вёске Новая и Олша. 18-го лютого Татьяна Шейн обовязково приме удел у выборах депутатов местовых советов. В последнее время ко мне приезжают домой, мне далеко до километра три или два с половиной до участка, до выборчика. Так приезжают машины и я голосую в эту самую урну. А иногда приезжают, забирают и везут на участок, так там голосую. Но обязательно голосую. Никогда не было так, чтобы у меня был пробел, чтобы я не была и не голосовала. И семья наша всегда голосовала. Олег Сентяров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Бронинский район. Белорусский металлургичный завод стал лауреатом конкурсу «Левшие товары Республики Беларусь» у номинации «Продукция вытворчо-техничного призначения». До отдела Жлобинское предприемство заявило два виды продукции. В углеродистую катанку, якой присвоенный хоноровый статус новинка года, и дрот для бортовых кольцов шин. Або два виды поспехово пройшли областные и республиканские этапы и трапили улик переможцев. По выниках конкурсу БМЗ так само отзначена дипломом «Стабильная якость». Подобные узнагороды отримливают только те предприемства, которые становились лауреатами 5 и более разов за пар. Рух по мосту Праспрыпять в Житковицком районе плануется открыть у Снежни 2018 года. Об этом поведомил начальник Головного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь Александр Головнеу. По его словам, зараз створается проект одновления моста, будя житявляться замена пролетной побудовы. Плануется, что у Снежни работы будут полностью завершены. Что тычется паромной пероправы Праспрыпять, то она будет организована у Саковику, поколь людей с берега на берег перевозить катары МНС. Корыстные проекты для людей и краины. Сёння в бизнес-центре свободной экономичной зоны Гомеля-Ратон прошёл областный этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Какие инновации и распроцовки пропануя молодь, доведалась Ганна Каральчук. Их фантазия не ведая межу. Представники науковой, студентской, працованные молодзи и школьники представили на суд жюри 28 аутерских проектов. В середах пропановы по вертыкальному зеленению фасадов жилых домов, удосконаление систем городского водозабеспечения и водоотведения, створение школы под рахтовки волонтёров, а так само гостиница для живёл и майстерня вязаных цацак. Особливой цикавостью наведовольников корыстались и техничные распроцовки студентов. Умный дом, беспроводные наушники, которые сейчас на мне, и аудиопроцессор. При помощи этих всех устройств можно реализовать полностью весь свой быт. Как от отдыха, так и под полным управлением всей системы. В целом, например, когда находитесь на даче, можете ждать сценарий и система автоматически выполнит какие-либо действия. Открытие и закрытие окна в случае экстренной ситуации. Также управление освещением, управление бытовой техникой через голосовой интерфейс. Цикавить молодц не только бизнес-идеи, але и социальные проекты. Студентка медицинского университета Анастасия Протко пропонует усталевать на улицах и в громадских помешканьях автоматические вонковые дефибрилляторы, которые помогут вырабатывать человека до приезда худкой допомоги. Попыт на такую технику есть. Засталося с допомогой конкурсу найти доброго распроцовщика. А вот Олег Дохов, который выкладывает в медуниверситете, уже реализовал свою идею. Симулятор-накладку для тренировки навыков внутривенных инъекций и заборок реви тестируют его студенты. Студенты очень часто сталкиваются с ситуацией, что единственной возможностью качественно отработать этот навык является общение с живым пациентом. И вынуждены спрашивать разрешение, можно ли на вас потренироваться. Конечно, как правило, отказываются. К счастью, технологии современные позволяют нам подобрать материалы. Как касается это имитации кожных покров, имитации крови, имитации вены. Для того, чтобы создать такой тренажер. Так само молодые навыковцы працуют над экологичными проблемами. Дмитрий Захаренко в Мазырском лесничестве выросшивая сенцы чарасчетого дуба с закрытой короневой системой в контейнерах. Многие хозяйства по всей Беларуси заинтересованы в этой технологии, потому что у нас сегодня, вот вы видите, погода у нас минус 13, в субботу у нас плюс один. То есть дуб не готов к таким экстремальным перепадам температуры и в условиях меняющегося климата очень интересная технология, поэтому вот мы будем не драть ее. Оценивали проекты представники Аблвыконкама, Гомельского технопарка, бизнес-школы, предпринимальники, специалисты профильных галин и, вядома сами, организаторы конкурсу «Беларусский республиканский союз молодцы». В областном комитете ставку робят не на колькость заявленных проектов, а на их якость. Кажут, дайте добрую идею, а у остатнем мы да поможем. Самая главная наша поддержка – это заявлять его на различные конкурсы на республиканском уровне, на международном, продвигать его проект всячески, потому что зачастую молодой человек, есть у него идея, а что с ней делать дальше он не знает. Поэтому это наша основная цель и задача. Ну и помочь его монетизировать этот проект. До речи, конкурс проходит уже у сёмый раз и цикавость, да и его досыть высокая. Сё лето навэт пришлось удвоя повеличить колькость номинаций – до 20. В прошлые годы, да, у нас было 10 номинаций, и все школьники, студенты, работающие молодёжь на равных условиях принимали во всех и 10. Сейчас мы разделили. Особенностью стали номинации «Инклюзивное пространство», «Информационно-коммуникационные технологии», в том числе с включением в них людей с ограниченными возможностями. Конкурс стоит и для Беларуси, для починающих распроцовщиков. К этому максимум заявить про себя и выиграть грант на реализацию проекта. Кроме этого, финалисты представят Беларусь на международном конкурсе «100 идей для СНД» и отримают рекомендацию профильную ВНУ або курс навучания при Национальной академии наук. Але для этого спочатку треба трапить у республиканский финал. Про выники областного этапа мы расскажем у завтрашних выпусках новинов. Ганна Караельчук, Валерия Гопанько, телерадо «Компания Гомель». В процессе организации школьного харчевания есть резервы для повышения якости. Такую однозначную выснову сделали супрацовники Комитета держконтролю после проведения проверок в Гомельской области. В идеале харчевание школьников должно быть сбалансованным, сытным и смачным. Спис потребований невеликий. Те есть махчимости отповедать ему безумовно, высветляла Евгения Кухаронак. Харчевание в школах и гимназиях областного центра, как и большинство районов в области, бесплатное. Это предусмотрено ответным артикулом закона об социальной обороне граждан, которые потерпели от катастрофы на Шарнобыльской АЭС. Больше за то, и в учени старейших классов мают махчимость выбирать меню своего обеда, который складается с двух страв и напою. Спожурцы не скарлятся. Рады и ассортименту, и факту выбора. Мне очень нравится, как кормят в нашей школе. И больше, ну, я предпочитаю больше мяса. Еду все время очень красиво подают. Все очень вкусно. Кормят действительно очень вкусно. Мы постарались для наших детей разнообразить меню, сделать его более актуальным и интересным для детей сейчас, при этом сохранив и сбалансированность меню, и его калорийность, и его полезность по всем составляющим натуральных продуктов. Сегодня институтом развития адукации организовано додатковое навучание школьных керовников и работников столовых. Проводится и оно на базе установки алгоритм деяния на кухне, наладженный як годинник. Тематика – вытворчий контроль за организацией харчевания навученцев. Были ряд замечаний, мы подверглись, конечно, критике. И, вы знаете, я хочу сказать и справедливо. Потому что в любой организации, когда ты очень долго этим занимаешься, наверное, есть вопросы, которые ты упускаешь, где-то не замечаешь. И, наверное, вот такие вот мониторинги, проверки, они позволяют немножечко увидеть наши проблемы, которые мы уже, наверное, не считаем проблемами. Они позволяют найти новые подходы, найти решения, исправить ситуацию. Была разработана система, создан областной межведомственный план, который позволил уже целый ряд проблемных вопросов устранить, вот начиная с третьей четверти. Нужно отметить, что в первую очередь ужесточен контроль. Сейчас решается вопрос о передаче организации школьного питания от органов района потребительской кооперации в сельских школах органам образования. Есть еще одно нововведение. До контроля над организацией школьного питания начали подключать неповольно самых зацикавленных. Батьков-новученцев контроль якости не будут проводить в составе бракеражных комиссий. Евгения Кухаронак, Александр Харлампов, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». ГЭТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Де факто» и спортивные огляды. Я с вами развитываюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В управлении Следственного комитета по Гомельской области сообщили о завершении расследования уголовного дела о ДТП с гибелью пешехода на улице Советской города Гомеля. Материалы переданы в суд. В ходе предварительного расследования установлено, что водитель «Лексуса» двигался по улице Советской со значительным превышением скорости движения. Он управлял автомобилем без очков и в утомленном состоянии. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе следственный эксперимент на месте ДТП. К материалам уголовного дела приобщены результаты многочисленных экспертиз, запись камеры уличного видеонаблюдения, а также показания свидетелей. Напомним, 3 декабря около 4 часов утра водитель совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений 33-летний пешеход скончался на месте происшествия. Водитель был задержан и водворен в изоляторе временного содержания. Установлено, что на момент совершения ДТП водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Гомельские спасатели бьют тревогу. С понижением температуры резко увеличилось количество погибших на пожарах людей. Чрезвычайные ситуации произошли в Ветковском, Гомельском, Реческом и Житковичском районах области. За прошедшие сутки в Гомельской области произошло 5 пожаров, на которых погибло 5 человек. Из них трое пенсионеров. Одну пенсионерку в городе Житковичи удалось спасти спасателям Житковичского РЧС. Работают следственные оперативные группы по установлению причин пожаров. Основными причинами рассматриваются это неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих устройств, а также на нарушение правил эксплуатации электросетей. В деревне Голыботской Гомельского района предположительно из-за проблем с электрооборудованием погибли сразу два человека. 60-летняя хозяйка дома и ее 73-летний сожитель. Похожая картина наблюдалась среди Белодня и в деревне Пересвятое Реческого района. Предположительно из-за курения произошел в жилом доме пожар на улице Центральной. Населением еще до приезда спасателей был вынесен на свежий воздух хозяин дома. Звеном газодымозащитной службы внутри помещения был обнаружен и его 33-летний сын. После проведения реанимационных мероприятий медиками была констатирована смерть обоих. В связи с усилением мороза на территории Гомельской области хотелось обратить внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств печного отопления, электросетей, а также особое внимание о запрещении курения в постели. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Финиш регулярной части чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге обещает быть интересным. Сейчас на первое место в турнирной таблице претендуют сразу четыре команды. Накануне хоккейный клуб «Гомель» на выезде уверенно переиграл столичную юность 5-2. В составе «Рысей» забрасывали Нестеров, Семочкин, Куцирь, Ревенко и Хузеев. Это поражение стоило команде Михаила Захарова верхней строчки в турнирной таблице. А возглавил табель о рангах «Неман». Гродненская команда на своем льду была сильнее Жлобинского «Металлурга» 4-1. Автором единственной шайбы Столиваров в этой игре стал Никита Осипов. В еще одном поединке вчерашнего дня в группе «А» «Динамо Молодечная» выиграла у солигорского «Шахтера» 6-3. Сейчас из секстета сильнейших на первую строку шансов нет только у «Динамо» и «Металлурга». А вот «Неман», «Юность», «Шахтер» и «Гомель» располагаются в диапазоне трех очков. Так что расклад может измениться уже в ближайший игровой день, который намечен на 25 января. «Гомель» в гостях играет с «Неманом», «Металлург» в Жлобине встретится с «Динамо Молодечно». В «Гомеле» сегодня завершается спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения. В первый соревновательный день атлеты из нашего региона неоднократно поднимались на пьедестал почета. Победительницей в толкании ядра среди девушек стала гомельчанка Ольга Грабцевич. Быстрейшей на 400-метровке также была спортсменка из областного центра Алина Лучшего. 60 метров быстрее всех пробежал Степан Чешанков из Рогачева. У девушек лучшей на этой же дистанции стала Марина Шенкевич из «Гомеля». Третий результат показала еще одна гомельчанка Кристина Концевенко. Серебро в прыжках в высоту у юношей завоевал воспитанник из душер профсоюзов СОЧ Александр Червонцев. Победил в этой дисциплине Егор Гуптер из Полоска. Не обошелся первый соревновательный день без рекордов. Анна Зубкова обновила лучший результат страны в спортивной ходьбе на 5000 метров среди девушек. В этом возрасте очень высокая конкуренция. Впереди в летнем сезоне ожидаются чемпионаты Европы по этому возрасту и Олимпийские юношеские игры, которые пройдут в Аргентине. Атар Джавашвили стал игроком футбольного клуба «Гомель». Контракт с 24-летним защитником рассчитан на один год. В минувшем сезоне футболист выступал за мозырскую славию. В составе этой команды он провел 24 матча, забил два мяча. Увидеть новичков зелено-белых в деле можно будет в ближайшую субботу, 27 января. На стадионе «Сдушор-8» «Гомель» проведет товарищеский матч против Речицкого спутника, представляющего вторую лигу национального чемпионата. Начало игры в 12 часов. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...